Ирина Фролова уже четыре года руководит частным англоязычным детским садом. Рассказывает, идея создания такого бизнеса появилась после рождения ребенка. Сын Ирины еще в год начал общаться на двух языках. В тот момент женщина поняла ее предназначение – учить говорить на иностранном даже самых маленьких. Они обучаются по моей авторской методике. Деток мягко погружаем, свободно, нежно общаясь с ними на английском языке. Чем младше ребенок, тем выше скорость у своей языка. Сегодня очень хорошая возможность встретиться с главой Линдского района, рассказать, что мы как бизнес хотим донести до глав и, возможно, нам смогут помочь. На встречу женского бизнес-сообщества Ирина пришла, чтобы решить важный вопрос. Детская площадка, на которой гуляют воспитанники ее сада, находится через дорогу от учреждения. Пешеходного перехода в этом месте нет, хотя он необходим. С этой проблемой бизнес-леди обратилась к Альберту Гравину. Первый заместитель главы администрации Ленинского округа пообещал взять решение ситуации на личный контроль. В неформальной обстановке мы встречаемся, обсуждаем за круглыми столами, не со сцены, различные наболевшие вопросы, многие из которых просто необходимы и возможно решить, находясь в данной прекрасной компании. Встреча направлена на знакомство администрации с нашим сообществом, с девушками, соответственно, которые являются членами в городе Видное, и представлением их бизнеса, и возможностью нахождения путей взаимодействия нас и администрации. Также девушки задавали вопросы по поводу оформления вывесок и поддержки в условиях кризиса. Встреча участниц сообщества «Нежный бизнес» с Альбертом Гравиным прошла накануне Всероссийского дня предпринимателя. Поэтому время уделили не только важному, но и приятному. Самые активные бизнес-леди округа получили благодарственные письма от администрации и руководства объединения. Миссия нашего сообщества – гармоничное развитие женщины, соответственно, финансово стабильной и реализованной, успешной во всех отраслях – социальной, культурной. Конечно же, сегодняшнее мероприятие – это тоже часть той самой социальной составляющей, которая наполняет женщину. Руководитель областного отделения сообщества уверена, что участие в общественной организации позволяет бизнесу расти быстрее, а женщине – пробовать себя в новых отраслях. Сама Наталья занимается производством мебели, до этого руководила своей кондитерской. Говорит, если бы не нежный бизнес, за более масштабное дело не взялась бы. Поэтому теперь с удовольствием поддерживает других. За круглым столом собрались и флористы, и стоматологи, и педагоги, и организаторы мероприятий. Но всех их объединяет одно – любовь к своему делу и постоянному развитию.